Добрый день дорогие друзья, вы на телеканале Eton TV, программа тема дня, меня зовут Александр Вальдман. Координатор бессмертного полка в Израиле Натан Гринберг в мае 2020 года обратился с открытым письмом к руководителю исполкома общероссийского общественно-гражданско-патриотического движения Бессмертный полк, его еще сокращенно называют ООД, ООД Бессмертный полк России, к Артему Хуторскому извращение, как бы это может быть странно не звучало, но по крайней мере для себя сделал открытие, что бессмертные полки с точки зрения некоторых российских деятелей делятся на, используя израильскую терминологию, делятся на кошерные и не очень кошерные. Вот об этом мы сегодня и поговорим с нашим израильским руководителем движения Бессмертный полк Натаном Гринбергом. Натан, рад приветствовать, добрый день. Здравствуйте, Али. Здравствуйте. Натан, ваше открытое письмо поддержали 50 координаторов из 18 стран. Натан, чем была предиктована необходимость обращения к господину Хуторскому, каким был его ответ, в том числе и на вопрос о том, с какой целью создается такое вот многообразие пестрое бессмертных полков? Спасибо, Алекс. Вы все совершенно точно рассказали в подводке, это действительно состоялось, это действительно было. Я в своем открытом сообщении господину Хуторскому задал ему всего-навсего 4 очень простых вопроса, один из которого был именно тот, по какой причине Бессмертный полк России вообще действует на территории нашей страны, и как вообще это происходит, и почему такое большое количество бессмертных полков создается. Я вынужден констатировать, что на сегодняшний день, на сентябрь 2020 года, письмо было отправлено в мае, действительно, я получил технический ответ, технический ответ заключался в том, что система не находится на карантине, и поэтому они не могут мне дать ответ, но карантин там давно уже закончился, прошли праздники, прошли парады. Прошли все мероприятия, в которых принимают участие, но ответа я не получил. И знаете, как человек, который умеет читать по-русски и умеет читать по-русски то, что между строк написано, я понял, что в отсутствии ответа самый лучший ответ. Понятно. А то, что вы правы абсолютно, да, действительно, это открытое письмо, я его озвучил, оно находилось в течение недели, его подписали действительно с 18 стран люди, 50 человек его, по-моему, подписало в тот момент. А если бы еще неделю оно было бы, оно было бы еще более подписано, но не суть в этом, а суть в том, что ситуации подобного характера, они происходят не только в Израиле, они происходят и в других странах мира. Ну, совершенно верно. Мы еще вернемся к этой теме. У меня вопрос тоже по ходу. Просто мне это интересно. Чем, скажите, пожалуйста, принципиально отличается ООД «Бессмертный полк России» от, я полностью назову, межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк», его еще сокращенно называют «МИПОД». Значит, я вам и тем всем людям, которые нас сейчас слушают, объясню это очень просто. Дело в том, что в 2012 году группа томских журналистов, значит, они, собственно говоря, и реализовали эту идею «Бессмертный полк». Это люди, которые с властью не имели абсолютно никакой связи. И вот можете себе представить, как в 2012 году огромное количество людей с портретами выходит в Томске. В 2013 году весь Урал и Сибирь выходят люди. Ну, естественно, люди, которые находятся у власти при погонах, они стали интересоваться, а что это такое происходит, почему мы не контролируем и не владеем ситуацией. И таким образом и возникла вот эта вот идея. Я, кстати говоря, должен заметить вам, что я, наверное, с большой гордостью могу сказать, что я в эту тему «Бессмертного полка» пришел в 2013 году. И у нас в Израиле мы первая страна так называемого дальнего зарубежья, где «Бессмертный полк» получил свое шествие. И вот, значит, когда вот эта вся ситуация возникла, то если мы возьмем и откроем устав и прочитаем, то в «Бессмертном полку» без России, без добавки слова «Россия», просто «Бессмертном полку» является не коммерческой, не политической, не государственной гражданской инициативой. Понимаете, вот это важно. А если мы заглянем на сайт «Бессмертного полка России», я, кстати говоря, ничего плохого не имею против «Бессмертного полка России». На территории Российской Федерации он обязан, конечно же, что там написано «Всенародные движения, появившиеся по инициативе самих граждан». То есть в самом определении в уставе «Бессмертного полка России» они говорят, что «Бессмертный полк России» это то, что уже было создано. И вот, значит, в 2014 году, в 2013, в 2014 году один из точно таких же координаторов, как и Авизраиль, точно такой же координатор был в одном из районов города Героя Москва. Он «Бессмертный полк» взял и он его повел. Он был согласен с уставом «Бессмертного полка» и так далее. Но в определенный жизненный момент, значит, этот человек стал депутатом Государственной Думы Российской Федерации и была создана организация, которая получила название «Бессмертный полк России». Все те люди, которые стояли у истоков «Бессмертного полка», ну, я скажу так, что я не буду пользоваться словом «нехорошим», я скажу так, что они потеряли, скажем так, единство в географическом плане места расположения, но укрепили свои моральные и этические позиции в плане сражаться за чистоту «Бессмертного полка». Я вам скажу так, понимаете, когда появляется какая-то прекрасная, чистая, классная и великолепная идея, и в эту идею вмешиваются государственные структуры, которым необходима статистика, отчетность, финансирование, простите уж за такую пикантную подробность, то в этих ситуациях всегда возникают все эти негативные моменты, с которыми мы очень часто сталкиваемся в обычной жизни. А если взять условия нашей не совсем обычной жизни, когда черное вдруг стало белым, а белое почему-то кажется не совсем белым, то такие понятия, как честь, достоинство, они отошли на второй план, а такие вещи, как, извините за выражение, мерзость, они почему-то приобретают более ценные позиции. Ну, это почти диалектика, к сожалению. Натан, в своем обращении, к слову, ваше обращение можно любому желающему посмотреть, не только прочитать, но увидеть на ютубе, оно есть. Я, кстати, там и посмотрел его. В своем обращении вы ссылаетесь на решение конференции в Белграде о принципах проведения бессмертного полка за пределами России. Скажите, пожалуйста, кто организовал эту конференцию, кто в ней участвовал и для кого ее решения считаются обязательными? Значит, я вам скажу, что дело в том, что проблематика, о которой я сейчас немножко коснулся, проблематика двух полков, проблематика бессмертной полки, бессмертный полк России и его влияние, это не является вещь новой. Чтобы вам было понятно, с 2015 года нету такого года, чтобы у нас в Израиле не было какого рода конфликтов с бессмертным полком России. То ли это 2017 год, когда они на территории Израиля в Нитане провели свою конференцию, а потом написали о том, что я там присутствовал. Это ложь полная. То ли это какие-то другие вещи, то ли это как вдруг появляется представитель бессмертного полка, звонит мне женщина и она говорит «Здравствуйте, Натан». Я говорю «Здравствуйте, у нас уже бессмертный полк годы идет». Она мне говорит «Я координатор бессмертного полка в Израиле». Я говорю «Здравствуйте, приехали». Я говорю «А кто вас туда поставил?» Она говорит «Депутат Государственной Думы». Я говорю «Ну извините, передайте депутату Государственной Думы, пусть он командует на территории Российской Федерации. Мы в Израиле». Ну одним словом, случаев таких было много и не только в Израиле. И таким образом, ровно год назад, если я не ошибаюсь, именно в сентябре 2019 года была создана конференция, которая была создана в Белграде, на которую приехали представители бессмертного полка и бессмертного полка России. И была принята там декларация, в которой говорилось о том, что бессмертный, по сути дела, для обычного человека, который хочет принять участие в шествии бессмертного полка, который хочет побольше узнать о своих родственниках, которые воевали, были узниками гетто и так далее, ему не нужно ни бессмертный полк, ни бессмертный полк России, это его желание. Единственное, что бессмертный полк делает, он дает возможность этим людям объединиться, и поэтому любые кривотолки в этой теме, они вредны, в первую очередь, для сохранения исторической памяти. И вот тогда люди и руководство, новое руководство бессмертного полка Российской Федерации, в лице Артема Хуторского, вместе с Сергеем Лапенковым и создателями и инициаторами бессмертного полка, они решили провести такую конференцию, такая конференция была проведена в городе Белград. Я на этой конференции лично не принимал участия, хотя я был приглашен. Почему? Потому что у нас на совете координаторов бессмертного полка мы решили о том, что представлять Израиль на этой конференции будет наш координатор из города Герой-Сгерот. У нас есть тоже города-герои. Город Сгерот, это город, который находится на линии огня многие годы, и поэтому я счел необходимым, чтобы представитель бессмертного полка именно этого нашего южного города приехала и представила Израиль. Она приехала туда, Елена Бирюкова, она выступила там очень и очень красиво с речью, рассказала о нашей деятельности, на нас вообще обращают внимание, потому что мы одним из первых бессмертный полк за границей повели. И потом количество людей, которые выходят у нас в шествии бессмертных полков, это не сравнить с тем количеством людей, которые выходят в разных других странах, где живут иммигранты из бывшего Советского Союза. Одним словом, решение конференции мы восприняли радостно. Почему? Потому что решение было объединить бессмертные полки и сделать это по принципу такому. Одна страна, один полк. Угу. Угу. Эта страна отражена под именами совершенно других координаторов, которые были и являлись координаторами у нас в Израиле на сайте бессмертного полка России. Смотрите, я еще раз говорю, я далек от мысли делать какие-то воспитательные заявления или воспитывать взрослых людей. Говорить о порядочности, о чести, о достоинстве, я не думаю, что в настоящий момент это абсолютно имеет какую-то целесообразность. На протяжении всего лета, с мая месяца, ожидая ответ от уважаемых господ из бессмертного полка России и не дождавшись его, мы приняли определенного рода решение. Решение это состояло в том, чтобы сохранить имя бессмертного полка Израиля. Для того, чтобы сохранить память наших родных и близких, наших дорогих людей, которых мы выносим с портретами в дни празднования единого и неделимого дня победы, мы решили и создали в Израиле общественную организацию, или как принято говорить, АМУТУ, которая зарегистрирована в Министерстве юстиции Израиля с названием «Бессмертный полк в Израиле». И сейчас те, которые хотят посягнуть на «Бессмертный полк в Израиле», они обязаны будут конкретизировать свою деятельность и говорить, что они являются представителями «Бессмертного полка России в Израиле». Ну, если найдутся желающие принять участие в деятельности «Бессмертного полка России в Израиле», но это их право, мы же никого не имеем, чтобы удерживать. Ну, вообще какой-то сюр, честно говоря, «Бессмертный полк России в Израиле», ну, может быть, следом будет «Бессмертный полк Украины в Израиле, Белоруссии» и всех других союзных республик. Алекс, понимаете, вот смотрите, вот если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, а ведь что такое «Бессмертный полк»? Очень многие люди думают, что это только шествие. «Бессмертный полк» — это наша поисковая деятельность ежедневная. «Бессмертный полк» — это наше обращение детей войны, это наши поиски и это многодневная, многочасовая деятельность, которой не видать. И для того, чтобы найти могилу родственника, для того, чтобы искать ее, сейчас огромное количество архивов открылось, в том числе и немецких. Смотрите, это есть противники, есть сторонники «Бессмертного полка». Я и к тем, и к другим отношусь с уважением. Почему? Потому что противники «Бессмертного полка», они открыто говорят и высказывают свою точку зрения. Я с крайним неуважением отношусь к лжепатриотам так называемым, то есть к тем людям, которые используют память как некое средство достижения своих либо материальных, либо каких-либо других вещей. Для меня, в моих глазах, это предательство. Вот смотрите, Алекс, на сайте, на фейсбуке я очень часто последние годы, я вижу, мы с вами в друзьях в фейсбуке, и я вижу, как вы пишете о своих родственниках, которые погибли в годы катастрофы в городе, в местечке Бар, если я не ошибаюсь, правильно? Мой папа из Шаргорода, это порядка 50 километров. Понимаете, я не могу, это, как говорится, боль, я не могу предать своих, я не могу отдать их, чтобы они стали предметом статистики «Бессмертного полка России» или какого-либо другого «Бессмертного полка». Поэтому, невзирая ни на что, пока я и такие люди, как я, и такие люди, которые по разным параметрам, они сохраняют эту свою честицу памяти, и чтобы ее перенести своим детям и внукам, мы не отдадим честь и достоинство наших родственников «Бессмертного полка в Израиле». Еще у меня один вопрос есть, Натан. На странице координатора «Бессмертного полка России» и «Зарубежья» в Фейсбуке под вашим видеообращением в комментариях много слов поддержки прозвучало. Я просто так, там около сотни комментариев, и я просто насчитал не то, что несколько, а страны, представители которых специально нажимал, смотрел, из каких стран эти люди. Там были Индонезия, Кипр, Эстония, Аргентина, Австралия, Нидерланды, Италия, Киргизия и много других стран. Так вот, основные мысли из этих обращений, я две мысли, практически они повторялись. Первое, «Бессмертный полк хотят подмять люди, далекие от него», это первое. И второе, структуры Координационных Советов Организации Российских Соотечественников полностью уничтожили единение соотечественников «Зарубежья» во многих странах. Натан, насколько вы согласны с подобного рода мнениями, и вообще, какого складываются отношения с Координационным Советом Соотечественников в Израиле? Я отвечу, позволю себе ответить на ваш вопрос следующим образом. Значит, «Бессмертный полк в Израиле» пошел в 2014 году. В 2013 году я познакомился с Сергеем Лапенковым виртуально. Кстати говоря, столько лет прошло, мы с ним никогда не встречались в реальной жизни, только виртуально. Значит, за все это время я могу с полной уверенностью и с полной ответственностью заявить следующий факт, что никаких отношений с Координационным Советом Соотечественников у «Бессмертного полка в Израиле» нет. Причина, мне не ясна, я не знаю причину. Я не могу объяснить эту причину. Натан, я могу объяснить. Я могу между строк подумать о причине. Но я еще раз говорю, я абсолютно реальный человек, и я не хочу вступать в какие-то, знаете, рассуждения, чего я не знаю. Я могу себе представить. Я знаю, как это происходит в других местах. Я вам скажу, в чем проблема, или не проблема, а частность Израиля. Дело в том, что я никогда не был представителем Координационного Совета, никогда не входил ни в какие вот эти вот организации. Я реконструктор, я инициатор создания клуба военно-исторической реконструкции Красной Армии. Мне эта тема стала интересной в определенный жизненный момент, и я стал этим вопросом заниматься. Во время одного из мероприятий в частном порядке, хотя это не совсем частный порядок был, а это была организация мероприятия по освобождению города Запорожье, я познакомился с томичами, которые приехали на это мероприятие, и они, собственно говоря, меня вывели на Сергея Лапенкова. Так я узнал о идее бессмертного полка. Когда я узнал об этой идее, я собрал всех своих единомышленников, которые были у меня на то время, я им рассказал об этой идее. Я рассказал членам моей семьи, членам семьи моей жены. Значит, все меня поддержали, и таким образом в 2014 году в Аждоди мы вышли. Я рассказал это на работе, и один из моих коллег, Михаил Рабинович из города Илата, в том же 2014 году вывел колонну бессмертного полка в городе Илата. Вот, собственно говоря, с этого и начало зарождение бессмертного полка. А вот через год, в 2015 году, когда бессмертный полк России привел на Красную площадь президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с портретом папы, и прошла полумиллионная колонна бессмертного полка, вот тогда оно стало, как говорится, распространяться по заграницам, и, естественно, кому оно стало попадать в руки? Координационным советам. И здесь, конечно, история абсолютно разная. Почему? Потому что во многих странах мира, с кем мне приходится общаться, мне приходится общаться ежедневно с разными представителями в разных странах мира, то конфликтность координационных советов и добровольцев, которые, ну, бессеребренников, которые за идею делают это дело, она, конечно, имеет место присутствовать. Но я всегда говорю так, ребята, это проблемы ваши, вы их разрешите, исходя из своих конкретных ситуаций. То, что касается Израиля, то я совершенно точно заявляю, с 2020 года ни одной попытки посягать на бессмертный полк Израиля со стороны бессмертного полка России не будет происходить. А если зрители хотят убедиться в том, как это происходило, наберите бессмертный полк России, сайт, зайдите на международную деятельность этого полка, посмотрите, кто там записан как координаторы, я не буду имена этих людей даже произносить, чтобы не рекламировать, и посмотрите те города, в которых записано, что бессмертный полк России в Израиле проходил. Я вам с полной уверенностью заверяю, все, что там написано, это ложь. Натан, огромное спасибо за это интервью, как всегда откровенное, открытое. Я только от себя добавлю, что после нашего вот этого разговора, я прекрасно понимаю, почему мое предложение, поскольку я имею еще пока какое-то отношение к Координационному Совету соотечественников Израиля, я предлагал вашу организацию включить, пригласить в Координационный Совет. Мне было отказано. Теперь я понимаю, почему. Натан, спасибо, спасибо, всего самого доброго, здоровья, успехов и до новых встреч, в том числе и на мероприятиях бессмертного полка. Спасибо, всего доброго, до свидания. Спасибо и вам, друзья, что были с нами, всего самого доброго, до новых встреч.